ну ладно мы приехали в хоть населенный пункт за 86 километров до коголыма это какой-то селеный пункт что у нас здесь там была рост нефть здесь комсомольск нефть вот как суркут нефтегаз все принято тут что тут же нефть кругом нефтяники все это здесь в округе ком здесь нефть поселок проедет камазик наверно на впереди будем его гонять пока ничего 35 не падает ниже ниже и не надо парни стоят возле кафешки ночуют здесь водитель устал остановиться отдохни ага успеем не успеем не успеем не успеем не успеем прячемся здесь местные пацаны до постоянно вот тут цены меняют в экстремальных условиях морозных всю зиму мы-то ладно две недели назад у нас плюс 14 было мы тут туда-сюда крутанулись и пошли мне показывает обгоняя как я тут забуду обгонять здесь разделительная здесь встречка какое обгоняй спасибо не надо я дождусь когда будет возможно спокойно выгнать принял не еду на обгон принял не еду на обгон левым показал что встречка идет печь как это подбывает на практически на максимуме работает это сверху люк перестал быть это сверху люк перестал быть парень пошли вот вот в в Следующий впереди тоже Камазик, наверное. Ну, тут ехали, ехали, ехали по хорошей дороге. Ехали по километров за 35-37 до Когалыма. Раз почему-то дорога кончилась. Сейчас она почему-то опять началась. Ну, в последнее тут что-то как-то больше сороковника и не разгонишься. Все по ямкам, по ямкам каким-то. Голубые какие-то. А, ну что? Что-то строится. Тут просто ремонт мостика. Понятно. Ну, нам 13 километров. Все. Ну, сейчас тут пост нерабочий ДПС. Мы здесь должны еще с одним нашим подписчиком встретиться. С Алексеем. А мы и завтра у нас встречи запланированы. Вот так. День такой и этот, и прошлый, и завтрашний. Такое все насыщенное. Встреча именно. Все эти встречи, они только добавляют желания, оптимизма. Дальше заниматься любимым хобби. Выполняя, естественно, любимую работу. 38. Как-то нам тут коголыму вещает температурный градусник. Сейчас Т-образный перекресток. Здесь пост на Т-образном или прямо на въезде в Коголыму. Алексей сказал, что меня привезет прямо до места. Ну, как-то тут, получается, судя, как Машка говорит. Мы въезжаем и никуда не сворачивая, по одной улице едем. У нас, оказывается, выгрузка до стройки. Какой-то там спортивный комплекс. И после него стройка. Короче, мы там будем выгружаться. Я позвонил, мне сказали, да, все. Нет, пост не здесь, а я пост дальше. Сейчас просто перекресток. На который мы повернем направо. И, можно сказать, мы в Коголыму. Я уже отсюда и вижу его огоньки. Получается, как бы два въезда в Коголы. Нужно было в Ноябрьск, да. Можно было дальше по дороге, по этой в сторону Ноябрьска проехать. И потом свернуть на Коголы. Ну, я свернул с первой. В принципе, нормально. Небольшой участок, километров, наверное, с 20. Такая. Подгулявшая дорога. Так, нормально. Потихоньку, не торопясь. Welcome в Коголы, друзья. И, я так понимаю, на аварийках стоит тоже наш подписчик, тезка Алексей. Вот мы и добрались. Сейчас мы тут с ним тормознёмся. Сказал, что заведёт меня. Прямо до места. Приветствую, приветствую. Чёстка говорит, по прямой под знак. Я говорю, ну так что? Поехали. Чё, кому вы тут любили? Тут 3 километра рисуют. Потом всё равно поздно заезжать. Если мне выгружаться в центре, так что мне делать? А мне показывает тут 2 с копейками километра. Поэтому мы едем. Друзовикам 8, но мне это на выгрузку. Мне не можно. Мне куда нужно. Да, да. Забыл. С рацией. Вот мы и добрались до Когалыма. Что? Какие тут под видом сейчас пока подъезжаем? Какие итоги? По суше у нас получилось 5557 километров. Круга 5560 километров. Это у нас получилось по суше. Ну и ещё море. По морю так нормально тоже пробежали. В общем, такой хороший забег. Сегодня у нас третий. Грузился я 20-го. Две недели. С учётом того, что два дня я пробыл дома. Ну как бы в принципе нормально. Вот у нас сейчас какой-то где-то... Как там мне было написано? Сейчас я посмотрю. Спортивный центр. Справа... Шестиэтажное здание. Он говорил спортивный центр, а справа шестиэтажное здание какое-то строящееся. Вот нам туда. Смотрим на центр Кагалымов. Ну так. Кагалым. Нефть и газ. Ну понятно. Что тут ещё может быть? Сузуки ну леворулевая. Удивительно. Обычно таких местах всех... Здесь ребята на правой руке ездят. Ну у меня как бы этот... Выдаёт этот... Ну я забивал. У меня шестьдесят дом. У меня шестьдесят дом надо. Дружбы народов шестьдесят. Смотрите. Прямо вот через самый центр. Кагалым вот здесь. Вот так. Нагловатенько. Наглость временами второе счастье. Ух ты, какая красота! Алексей говорит, что мы сейчас можете ещё тут куда-нибудь рванём. Вы не ходили в экскурсии? Не ездили? Друзья, в минус 38. Кагал тоже нет. Ну почему? Катыш надо начинать, правильно? Смотри, как прелесть. Какой красиво. Клукой укрутится. Город-то, денежка-то есть. Сядник, правда, у этого ул-клукой, я бы сказал, такой. Далеко не детский. Выглядит всё довольно здесь очень даже симпатично. Когда ещё так вот по центру. Кагалым вот, байкер. На скании проедешь. Лукойл, 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 он там на домике, лукойл. Это что, ёлка такая? А нет, это какая-то башня, ну нифига себе, ёлка. Красиво, красиво здесь всё белым, бело такое всё. Прямо вот. Розное. Ну ещё какая штука интересная по центру. Всё связано с чем? Правильно. Конечно, ещё какие-то круги рисовать. По центру проехаться? Почему бы и нет? Пока никакого спортивного центра нет. Как бы да, мы бы вокруг поехали, бы с той бы стороны, получается, заехали. Зачем? Не, ну я впечатлён, вопросов нет. Красотой города. Улица Дружба Народов прямо видит. Вот нам и надо. Улица Дружба Народов, дом 60. А здесь какой дом? Ледовый дворец Айсберг. Ледово. Ну и уже сейчас улица Дружба Народов закончится или нет? Ну и уже сейчас. Наверное, нет. Блин, она длинная. Честно, налево тоже уходит. Она же. красивая композиция смотрите северные олени куда-то топчут нормально так прям через самый центр проекта от снимем весь перестраиваться вот какая красота здесь справа церковь какая стоит это что прямо вот так он горит галактика да вот он и говорил галактика смотрите точно красивый город церковь какая-то сзади с торговым центром еще поморозить бы немножко поменьше конечно а 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 как а а а а а а Вон то, наверное, шестиэтажное, это вот это первое, что строится, это вот не туда. Можно, да, по объекту сейчас, я тогда сюда припаркуюсь. Ну да, поедем тогда, лучше на маленькое съездим. Сейчас здесь машину поставлю. Вот она, мы ее видели, когда подъезжали. А, друзья, вот это Алексей Чосковой, который слюбезно согласился покатать меня тут немножко по городу. Пока засмотри, какая красота. Ты говорил, построил Олег Беков, да? Олег Перов. Олег Перов. Как называется? Так, храм Святой Татьяны. Смотрите, какая прелесть, а. Обалдеть. Да, круто. Даже справа спросить, сколько такая штука стоит, интересно. А вот, наверное, да, вот какое-то строящееся шестиэтажное здание, вот, наверное, нам сюда. Леша, когда город был основан? Ну, статус города в 85-м году. Почти все, ребята. А так, я первый десант в 76-м году. Высадился здесь. А что тут делали в 76-м? Нефти искали? Нет. Железную дорогу на Уренбурь. А, дорогу делали, да? Все понятно. И потом решили тут. А, то есть мы, когда вот там ехали, мы просто сюда не могли приезжать, что ли? Да, здесь сплошная. Ага. Ну, так, наверное, да. Нам, наверное, вот сюда, скорее всего. А, так мы тогда потом сейчас все равно будем на машине мимо проезжать. Ну, надо платить спросить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok а у сур этому человеку благодаря на это этот барракуда или как она называется но и что же такое нифигасе по че умеет у вас мальчик за свой пальчик привет нифига сяка на здорово или ты их увеличили просто ты на стекло увеличивает или она действительно такая большая охренеть можно взял туда это наверное там их спускают правильно попробую туда руку засуни все не она действительно такая ли это она увеличенная что я не пойму когда они отлывают на увеличивают а когда здесь вот и реальные размеры посмотрите ну здрасте такси николаевич жуковский а вас как зовут круто косяка большая ну да погрызли немножко класс к мелкие название не пишут наверно они пишут вон такие вода ну это ладно вы только как крокодил убедил пасть ввиду рука влезет привет я не хотел бы с тобой если ты была не в настроении где-лить в лес данной если по на где-нибудь не в настроении в речке с ней встретиться кто-то дискуссия а ну камбала короче класс уже какие-то маленькие лари карри красная ой а тут совсем мелкое что-то коридор с золотистый и это маленькие надо эти большие смотреть о язык сломаешь вон даже черепахи тут вместе с черепахами ничуть какие экзотические рыбы мне удалят один момент интересует каким образом они сюда доставляли а у нас нет это реальный размер это что там вот такая на а у а это кто самые какие-то черепахи так не стесняются вместе с ними плавают а это это да знаменитые да у нее шипы ядовитые по-моему этой крылатка какая-то ну 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 а глаза как у меня когда я в 38 на улицу ухожу со скани ой еще одна ой тут много а это акулы это с ними там они в одной банде просто на штраф 5000 рублей за применение фото вспышки о это это плоская здесь надо быть такой плоской рыбой а а этот он там залег так его и не отличишь такое ощущение что как ну да 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 привет красавчик а вы куда уплыли алё ты кто тут можно и так заглядывать тут что а у них тут все а у них все соединено здесь привет я бы не вот показали бы я бы подумал что она не живая ну нашло что это за пасть такая еще прикольные такие а это что такое все как зовут то и все как зовут то и и полки а на дне кто-то лежит а белая акула есть тут да пошли кусается ух ты коробка какие маленькие такие интересные ого такой большой он который щас я о акула пошли смысла караш ну су нас здрасте на маску я тоже хочу да класс а у нас карту лежит привет целый рот впечатлений а это это эти как не тунец а как-то их по-другому называют из вот таких вот рыб ну тоже наверное кушают их частенько да 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 о какой кассету пишут на такую штуку построить да полетел да класс да не дешевое конечно строение скажем так ну как здорово прямо над тобой вода вот рыбки ну рыбки плавают скаты летают ты куда там мороз 38 все хорошо тепленько пошел поздороваться оба красавчик о ух ты какие зубы уважаемые вас как звать то зенец и зенец и зенец и зенец и фото на память ну это шпирку еще это маленькая у это уже зубы а он еще одна елки это какая-то на скота видно на скота похоже а вот еще одна еще одна елки ох ёх вы у стоматолога давно были уважаемые очуметь какие попросить развернуться как толстая то какая а чё на этих не кушает так получается хорошо наверно да обалдеть зубы то какие это же не самая большая обоя просто да ты как выглядит белая тогда класс набреющий ну интересно здесь зумы шута у нас интересного найдем Алка, привет. Пошли к ней. Она уплыла. Свалила куда-то. А, вон, 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 вон она. Тут, наверное, разные ракурсы. Ого, ого. Эдет навстречу. Ох. Обалдеть, вот эта пасть. Вот это зубы. Я бы не хотел, чтобы моя рука там оказалась. Интересно, за сколько она ее откусит. Быстро или... Кстати, нет местных давинков в клуб. Даже предлагали ему посылать вот. Там вот смешно с ними, там, да? Здесь, вот, говорим, вот цигровая. О, точно. Нет, это не цигровая. Ну, может, маленькая. Ну, пятнистая какая-то. Цигровая она... Раз в сто больше. Ну, да. Ну, там даже елочка стоит. И сколько сие удовольствие стоит? Честно скажу. Не знаю. А, так это уже все, да, как бы, получается? Можем обратно. Не, я понял, понял просто. А, да. Да, понял. А это кто? Видели что-то? Ну, да. То кто? Ушастая Уреля. А, эти, которые... Короче... Ну, с ними не рекомендуется встречаться в открытой воде. Они почему-то делают больно. Ушастая Уреля. Да, да, да. Звезда прото-растер. Ну, вот она лежит. А это вообще непонятно, что. Какой-то... Ладно, потом посмотрим. Кому интересно, тот загуглит. Кораллы всякие, да? Алло. Здрасте. Чуть делаем, отдыхаем. Это какие-то песчаные они видели, что-то. Акула кошачья бамбуковая называется. Ох. О! Остров затонувших кораблей. О, это госпожа Мурена там. Это Мурена там спряталась. А это кто? О, это сибирский тайминь. О, я его знаю. Мы в Лене такого ловили. Такого сетями, такого я на спиннинг поймал. Маленького. Пардон. Вон такого. А, это форель. Форель я не ловил. Тайминь не ловил, да. Форель, пилять, пилять. Это вот это. А, ну это пошли речные рыбы. О, это пошли тут стерлинг, да. Осетры. Судак. Где-то тут должен плавать. Вон. Среди них затусовался. Да, на то ухо. Нормальный движение. Блин. Но они, не жили ли, реально таких размеров? Или это все-таки стеклом дополнительное? Нет, реально. Реально, реально таких размеров. Ох, какие красавцы. Огонь. Хариус. Вот, Хариуса я знаю. Хариуса ловить доводилось. Живя в Сибири. Не такого, правда, большого, но... О! Щучка обыкновенная. А это кто-то покусал. Знакомая работала, когда-то из-за салона, не простала. Все, кто наденули, по-моему, с лудром, приходили. А, они вы сюда выпрыгивают, да? Ну, он видно, что ее кто-то там вот этот... Короче, они тут территорию взяли, да, получается. И вон это укусанные. Так они что, их не едят? Или это они специально их покидали, чтобы они их ели? Это что, плотва или как они там? Сорога. Ну, я понял. Они же их кушают. Так это им специально их накидали кушать на здоровье, называется? Было бы интересно увидеть, как она ее сейчас пришла поужинать ею. Но судя по их животам, они довольно сытые. Ясть речной. Реальных размеров, реальных. Все реальное. Таких тормогами тоже мы скинем положим. Каспики. Закранный. Все, это уже выход, да? Ну, мы сейчас попробуем. Не, ну, это понятно. Короче, друзья, кто благодарил, кто-то мой человек встретил, на ночь глядя, заботащил меня сюда, чтобы мы с вами могли любую красоту увидеть. Алексей, спасибо огромное. Пожалуйста. Это как правильно называется? Чум? 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 Да. Никогда не видел живую чуму. А в Ханты-Мансийском есть эти вот коренные народы, которые вот живут именно вот так вот? Так там же холодно, как там жить-то? Ну, во-первых, он же и отапливается, и в скором не олене. Ну, все равно. Красота. Блин. Ну. Не, ну да, там же на крайнем севере, они только вот в таких и живут же. Ты быстро его забрал? Да, 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 перекочевал на место стоянки оленей и другое. И все, все верно. Короче, вот эта вся красота, где мы только что были, торговый центр Галактика тут. А это, ты говорил, это что швейцарцами подарено, да? Как бы вот типа технология, вот это вот горящие. Даже не технология, а типа скульптор там, ну, изготовление. Не, ну так интересно. Я еще такого, чтобы так высоко, я такого тоже еще пока нигде не встречал. А это? Ну, это скульптура, типа семью олицетворяется. А, да, да, и заходите к нам и отдыхайте. Все, я понял. Заманиловка, короче. Красиво, красиво. Поедем сейчас еще. Так поздоровай. По городу прокатимся. По ночному. По быструхе. Три богатыря. Это, наверное, самое, ну, скажем так, одни из самых престижных тут, наверное, да? Да, да, да. Квартиры. Квартиры очень дорогие. Сколько примерно? Ну, пределы где-то от пяти. Пятеля, да? Ну, тут в основном ведомство на жилье. А, вот в этих вот, да? Да, потому что, ну, не каждый седок. Ну, понятно. Потому что мы сейчас уже в самый центр едем. Ну, сейчас как бы начнем с украины и переместимся в центр. Все, понял. Поедем прокатимся по Кагалыму. Где-то порядка 60 тысяч, да? Да. Официальных. Это ваша площадь. Площадь Победы. А этот 154-й прилетел сюда своим ходом. В аэропорт. В аэропорт, да? По дороге доставлен. Прямо котел. А как его сюда доставили, интересно? Ну, частично крылья были. Не надо, за исключением, где шаши. А, потом обратно крылья. Да. Ну, понятно. Так бы он не пролез бы. Очень много фонарей демонтировать бы пришлось. Пришлось, да, 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 да. Великая Отечественная война. Тоже много людей отсюда было, участвовало. Не, ну, здесь в Великой Отечественной войне, да. Ну, наверное, не очень. Для него просто... А, да, город, где же еще не было ничего, точно. Да, это просто как вот память. Ну, в принципе, ветераны здесь все были и участвовали. Ну, в первом... Не, ну, это понятно, понятно. Ну, город-то образовался ж позже намного. Ну, как раз класс. А там какие-то молодые парни, да? Это уже чеченская? Чеченская. Чеченская. Один, по-моему, даже в этом. Он тогда вот. 77-го года. О, мой ровесник. 81-88-го парни. Военнослужащие, погибшие в исполнении воинского долга в рядах вооруженных сил. Да. А? Группа пограничная, братство. Мы можем сейчас военную технику посменить. А там есть, да? Да. Ага, пошли. Здесь мы поставим пограничный столб на столб. Да. Одно плохо. Долго камеру не подержишь. Да. Пальцы. Она сейчас сама сдохнет. У меня камера Морозов не любит. Она сразу зарядку всю теряет и кричит, все, я не хочу работать в такую погоду. Ну, что-то телефон есть для этого. А, о, так и к нему еще подойти можно к 154-м. Ага. Класс. Ну, тут есть техника и вагоны. И паровозы старенькие. В общем, такое место интересное. Центральный, можно сказать, центральный парк это получается. В принципе, да. Да. И только руки. Еще и нос. Мерзнет. Там даже где-то еще вертолет не два. Не знаю, вертолета не видно. Он раньше был. Ну, понятно. Ладно, самолет. Рассматриваю. А, вот с этой стороны еще что же есть. Короче, прилетел и припарковался. Навсегда. Там военно-патриотический. А, внутри там, да? Что-то как-то там на градуснике всего лишь минус 30 показывает. Что-то такое ощущение, что он врет. Что-то потому, как я мерзну здесь намного больше. Ну, красиво, здорово. Дни Баку. Дни Баку. Называется. Става. Ну, как-то скульптура. Ага. Смотри, как у вас. Новый городок. Ух ты, как классно. Это все солидарь сделано из культуры? Да. Шикардос. Просто. Красиво. Офигеть. Все так подсвечено. Не, красиво. Вот вообще, я бы, честно сказать, вот, только, ну, безобиду. У Когалы, ну, прежде какой-нибудь такой, тре, такой забитый городок какой-нибудь здесь. А здесь, ну, сразу, как бы, мысль ассоциируется такая, что, прежде, ну, такое будет. Не то, не все. А здесь вообще как? Светится филеал Малого театра Московского. О, как. Не, честно, приятно удивлен, просто не ожидал. Его в народе прозвали слеза бюджетника. Слеза бюджетника. Это сейчас мы там... А, сейчас она стоит? А сейчас она... Сейчас помню, в какое ее место ее перенесли. А, памятник просто капли лифтяная. Слеза бюджетника. Народ с юмором. Одиней, перекресток, 40. Комплекс. Ага. Ну, с другой стороны, в принципе, иду, в принципе, всего понятен. Град, так как это... Рулит всем здесь лукойл. Лукойл, а что у нас? Денежка есть. А вот это вот Ханты-Мансийский, это округ вот эти 7 месторождения лукойловские здесь. Здесь, да. А Газпром где-то бывает? Газпром дальше он в ноябрьске. А, там Газпром. Да, да. Ну, это бывшая Сигнефть. Ну, понятно, а как они это все делили там? Подделили апельсин. Это только для ежа, это для стрижа. Нефтьюганск, это сейчас Роснефть, раньше Шьюкос был. Грант, Пытьяху. Ага. А там тоже месторождение, да? Ну, да, ты же там. Еще я спрашиваю, то едешь и только там факела, там факела, там факела. Со всех сторон. Катушки по ночному Когалыму. У вас даже деревья подсвечивать не надо, они все-таки белые-белые. Такие вот, как аллейка такая, получается красивая. У нас такого не увидишь, редко. Вообще зимы нету в Беларуси. В Беларуси нет. Потому что не помню, когда зима была в последний раз. Нормальная. Ну, не у нас так же, раньше школьные годы, помню, когда что-то после года обучились. Один раз я первый выходил из подъезда. Ну, конечно, просто поменьше было. А сейчас с другой стороны заедем. И получается, пробивал дорогу в школу. Да, столько снега было? А сейчас там вообще, наверное, там, если раз в год выпадет, раз за зиму. Ну, да, тут, вот, а это я помню, это мы проезжали, помню. Нет, здесь миги нет. Нет? Значит, просто очень много колец. Похожи. Ну, да. Вот это, да? Ну, вот сейчас мы проедем с холдингами на углу Западная Сибирь, центральной, и рябиновый бульвар, так называемый. Кроме рябины там ничего больше не принялось. Да? Да. Тоже своеобразно. Сажали голубые ели, но голубая еля на минус 20, и все. И все, да? Понятно, когда за бортом. Такие температуры минусовые. Смотрите, какая прелесть. Называется Огни Баку, да? А чем оно? Это, ну, тоже вот все к Лукоилу? Как бы, ну... Это подарок от Лукоила Горды. А, подарок от Лукоила Горды. Ага. Высота где-то метра в 30 тысяч. Класс. А, вон, правильно, Лукоил большими буквами. А как ты говорил, расшифровывается? А у Лангипас, Урай, Когалым, первые буквы, городок. Ага. Наименование компании Лукоил. Ну, Лангипас, Урай и Когалым, да? Угу. Ну, и Оил это нет. Ух ты. Я вот никогда не знал, что Когалым участвовал в названии Лукоила. Ух ты. Теперь будем знать. Да. Красиво, красиво. Вот это вот, рябиновый бульвар наш. Вот этот вот, да? Живет только одна рябина. Больше ничего не прижилось. Ну, эти понятно, этим дофонарятом. Лес был вот такой. Это те, кто выжил, да? Ясно. А вот этот Як-40. Сороковой, да. Ну, еще мы приехали в аэропорт Когалыма. Решили посмотреть. Я не верю, что аэропорт есть. Тут регулярные рейсы. Когалым, Москва. Ну, туда небольшие же самолеты летают. Или... Да нет, и... Серьезный, да. Воин, воин, воин. Кстати, в свое время даже этот... Мриа садилась. Мриа даже сейчас. Нифига, сетка. Привозила какую-то оборудование. Ага. до этого мы сейчас не испытывали то есть под нее на нем риа руслан хрен редкий не зла чекает а сбор небольшой но уютный круто сейчас мимо этого проезда тоже сюда своим ходом пролетел это какие тут я как-то смотрел к зиму в эту как ну германии этот об concorde где стоят и вот показывали как есть там потом ну смотрел видео как как их доставляли конечно на зрелище было еще то как их там этими на баржах там короче всем по частям не хочет наверно небольшой даст роковой это да и да як 40 ты прямые написанные красавчик ну даже раньше ноту на воду миха и там 42 а я даже не знаю если честно а вот пушку помню три четвертой помощи как 42 тут же до города помню километров 5 не медленно рядышком совсем и а и и и и и и и Продолжение следует...